Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei. 59-й урок. И с этого урока мы будем уже с вами смотреть уже достаточно серьезные расширения для Joomla. В предыдущих уроках мы с вами смотрели только плагины, модули, сторонние. Но в этом уроке я хочу вам показать, как из вашего сайта сделать сайт-портфолио. Это уже такой посерьезнее компонент. Я, во-первых, долго искал бесплатные решения, есть ли вообще такое в интернете для Joomla. Платные знаю хорошие, а бесплатные долго искал. Попадались мне компоненты портфолио с ограниченными возможностями. В общем, то есть бесплатные, ни о чем были версии. И, наконец-то, я наткнулся на компонент MB2 портфолио, где здесь есть, в принципе, наверное, все самое необходимое для полноценного портфолио. Сейчас перед вами вы видите сайт разработчиков. Я решил демо показать прямо у них, демонстрацию, что вы будете уметь делать после уроков. Я, скорее всего, серию уроков про сайт-портфолио разобью на несколько частей, потому что материала здесь много. И вот вы сейчас видите, если вы не представляете, что такое портфолио, то вы все поймете. Сейчас, вот смотрите, например, есть информация, да, вводится она в виде таких боксов. То есть изображение, описание и, соответственно, как статьи, да, прочитать больше. То есть перейти в подробнее. И здесь, видите, красивым образом можно выводить по столько колонок, по сколько нам нужно. Каждую колонку оформить можно по-разному. Например, прямо внутри одной колонки можно вот такой вот сделать слайд. Можно сделать, например, вот такие вот кнопочки, чтобы появлялись при наведении на изображение. Если мы кликаем вот по этой стрелочке, то мы можем сразу, не заходя в подробнее, увидеть изображение. Если там залито еще изображение, то вот здесь боками стрелочки мы можем смотреть. Если там больше изображений нет, то нас будет перебрасывать на следующий слайд. То есть вот так вот в режиме реального времени мы можем просматривать. Также, если добавлено видео, видите, у нас подставляется видео с YouTube. Можно добавлять видео с YouTube или с Vimeo. В принципе, нормальный такой портфолио. Я его изучал пару дней. Есть интересная сортировка. То есть эти все категории создаются, какие вам нужны. И можно вот так вот человеку выбирать по категориям какие-то виды портфолио. Также разбиение на странице. И, например, мы заходим внутрь самого какого-то одного поста портфолио. И здесь есть информация. Можно добавлять вот такие вот строки, так называемые поля. Добавлять неограниченное количество разноцветных бутстраповских кнопочек, какие вам надо с вашими названиями. И можно добавлять в кнопки иконки. Картинки в виде вот такого вот можно сделать отображение. Также есть кнопки переключения. Следующий пост. То есть следующий портфолио. Также здесь и слайды можно сделать, и размер картинок уменьшить. Все гибко настраивается. Также социальные кнопки. Это твиты. Чтобы человек мог твитнуть, например, если ему понравится ваш пост в одной из социальных сетей. Ну, как обычно, ВКонтакте здесь нет. И есть вот такой еще вариант. Связанные проекты. Видите, они автоматически перелистываются. Есть еще навигация стрелочки. И вид отображения не обязательно может быть такой. Вот эта вся колонка, она может быть справа или наоборот просто внизу. Ну, давайте более детально разберем. Данный компонент вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Переходим на наш рабочий сайт в админку. И давайте установим данный компонент. Так, я выбрал данный компонент. Нажимаю загрузить и установить. Установка пакета у нас успешно завершена. У нас устанавливается сразу, вот здесь вот видно из описания, и компонент, и модуль, и плагин. То есть мы позже разберем остальные компоненты. Сначала разберем сам компонент. Сразу переходим к компоненты. И здесь ищем, вот у вас должен быть MB2 портфолио. Кликаем сюда. И первое, что мы сделаем, мы настройки, вот здесь кнопка из настройки, разберем позже. Первое, давайте мы создадим категории к нашим портфолио. То есть здесь идет, в принципе, аналог. Вот как мы с вами создавали статьи, обычные в джумле. Сначала к статьям мы создавали категории. Здесь то же самое. Категории здесь вот. Skills называется пункт. Кликаем сюда. И нажимаем на кнопку создать. Здесь на этом этапе все просто. Если хотите, можно добавить изображение категории. И давайте создадим title. Я назову просто демо. Альяс писать не обязательно. Картиночку. Ее все равно не будет видно при раскладе, если мы выберем отображать все портфолио. Но я пока выберу, потому что там есть другие варианты, как можно отобразить. Возможно, там будут видны категории. Посмотрим еще. Доступ. Ну, соответственно, пока делаем паблик. Состояние опубликовано. Нажимаем сохранить. И давайте сразу создадим три, наверное, категории. Нам будет достаточно. Из этого положения мы нажимаем сохранить копию. Чтобы сразу можно было сохранить еще один вариант. Переименовываем demo2. Альяс тоже здесь подставим двоечку. Иначе нас не пустят. Так, нажимаем сохранить. И давайте еще создадим третью. Сохранить копию. И переименовываем demo3. Альяс тоже меняем demo3. Сохранить, закрыть. Итак, мы создали три категории. Теперь нам нужно создать проекты. То есть сами наши вот эти вот портфолио. Заходим вот сюда, projects. И у нас тут ничего нет. Создаем первый проект. Пока мы создадим давайте с вами шесть проектов. И привяжем их к разным категориям. А потом будем рассматривать настройки. У нас имеются вот такие вкладки. Первая, general, то есть основная, title. То есть наш заголовок, основной заголовок для нашего портфолио. Сначала вам, наверное, будет тяжело понять, что за заголовок, где будет отображаться. Вы просто называйте их так, как вы считаете нужным. Потом, когда мы выведем это уже на сайт, вы поймете, где заголовок, где фотография и так далее. Назову также demo. И дальше, смотрите, у нас идет категория. Максимум можем привязать к пяти категориям. У нас всего три. И первая, видите, звездочка. Обязательно должна быть указана первая категория. Ну, у нас первая портфолио. И привяжем к первой категории, которую мы с вами только что создали. Вот три штуки мы создали. И я выбираю demo. Пока больше ничего здесь не трогаем. Переходим на следующую вкладку. Это описание. Intra text. Это вступительный текст. И full text. Это уже когда мы заходим внутрь. Переходим, когда по кнопке подробнее. Мы видим полное описание. Там всевозможные кнопки и так далее. Это располагается здесь. Так, в полное описание я просто вставляю произвольный какой-то свой текст. Вы пока тонируетесь, можете тоже взять какой-то текст. Вообще любой. Потом вы все поймете. Значит, размещаем текст обязательно какой-нибудь. Дальше переходим на вкладку images. Опять же, мы здесь пока вот эти все параметры не трогаем. Мы сначала просто выведем. Посмотрим, как по умолчанию все это выглядит. Потом нам будет легче все настроить. Прокручиваем ниже. И intro image. Это первое изображение, которое будет визуально показано. То есть, смотрите, я вам покажу. Вот первое изображение, которое будет в самом начале. Перед тем, как человек перейдет внутрь вашего портфолио. Вот самое первое. Оно выбирается вот intro image. Здесь кнопка есть выбрать. Вы кликайте и выбираете какое-то изображение. Загружаете себе. Alt text. То есть, Alt для изображения. Можете какое-то прописать. Следующая подпись. Ну, я напишу просто фото. Дальше вот эти параметры тоже пока не трогаем. И у нас дальше мы можем загрузить до 10 изображений. Если мы хотим, например, чтобы был слайд. Ну, не в смысле же для того, чтобы был слайд. Если ваше портфолио имеет больше одной фотографии. То есть, вы хотите показать. Может быть, какое-то описание в фотографиях. Может быть, ваши это работы. Вы профессиональный фотограф. И ваше портфолио в первый проект вам позволяет загрузить до 10 изображений. К каждому изображению можно также прописать Alt и дополнительный текст. Давайте к первому портфолио мы загрузим только одно изображение, чтобы потом сравнить. Создадим второй портфолио, загрузим больше изображений. Переходим в вкладку видео. Здесь мы подставляем ID от, например, сервиса YouTube. Я не знаю, можно ли сделать одновременно, чтобы были и изображения, и видео. Если я подставляю видео, у меня изображения не показываются. Показывается только видео. Но тут такая ситуация. Я вроде просмотрел настройки. Конечно, я могу и ошибаться. Но я не нашел, чтобы у нас могло отображаться в одном проекте и изображение, и видео. Но здесь можно пойти другим способом. Мы можем в описание. Здесь в Full Text. Приспокойненько вставить видео. Вы уже умеете это делать. Причем здесь выводятся кнопки внизу. Также через плагин, чтобы код не обрезался, мы можем вывести видео. Позже опять же поймете вы, как это все работает. Значит, видео пока тоже не трогаем. В следующем проекте добавим. Переходим. Следующая вкладка. Это у нас поля. У нас поля еще пока не созданы. Поэтому давайте пока оставим пустым. Link. Это ссылки. Также можно разместить до пяти ссылок. Это кнопки, которые я вам показывал. И вот видите, тут бутон. Это кнопка. Здесь выводятся всевозможные разноцветные кнопки. Вот давайте создадим одну кнопку для одного портфолио. URL. Указывайте какой-то URL. То есть это куда будет перенаправлен пользователь по нажатию на кнопку. Текст на кнопке. Просто кнопка напишу. Open link. Как открыть ссылку. In a nav window. То есть в новом окне выбираем. Button default. И здесь опять же надо смотреть. Если вы не знаете, как выглядит bootstrap кнопки, вам надо смотреть. Все вот так выбирать. И смотреть, как они выглядят. Иконка на кнопке. Стоит нет. Если нужно. Какую-то. Опять же здесь по названию. Если вам непонятно. Надо смотреть. Потом на сайте. Какая это иконка. Ну и в принципе дальше по аналогии. Еще пять ссылок можем. Пять кнопок выбрать. Но мы выбрали только одну. И метод данные. Обязательно заполняйте. Если у вас уже будет рабочий проект. Чтобы ваше. Ваше портфолио хорошо индексировалось поисковыми машинами. Метод tag keywords. Ключевые слова. И description описание. Keywords можно не заполнять. Уже не поисковые системы к ним не присматриваются. Насколько я знаю. А вот description описание. Вашего портфолио. Здесь должно быть. Остальные поля мы не трогаем. Если конечно не нужно чтобы индексировалось. Здесь можно выбрать. No index. No follow. Для Яндекса и Google. Не индексировать. Об этом вы должны уже знать. Мы нажимаем сохранить. И дальше. Пока в быстром режиме. Чтобы наполнить нашу портфолио. Мы нажимаем сохранить копию. И переименовываем Demo2. Альяс переименовываем Demo2. Тут же мы выбираем категорию 2. Состояние опубликовано. Дальше. Описание я ничего здесь менять не буду. Потому что здесь я просто вам показываю. Images я поменяю. Здесь я кликаю по крестику удалить. И выбираю другое изображение. И здесь я хочу добавить еще изображение. Ниже опускаемся. Image 1. Выбираю с компьютера. Какие-то другие изображения. Так изображение загружено. Кликаю по изображению. Вставить. Так alt заполнять я не буду. Двигусь ниже. Image 2. И возьму еще одну картинку. Видео также не трогаю. Остальные параметры я не трогаю. Для примера можно здесь выбрать другую кнопку. Другую иконку. Чтобы вам показать. Какие еще есть варианты. Дальше нажимаю сохранить. То есть мы уже сохраняем второй проект. Нашего портфолио. И нажимаю на кнопку сохранить копию. Еще раз. Так меняем. Это у нас уже Demo 3. Альянс тоже меняем Demo 3. И категория Demo 3. Дальше переходим. Описание. Так мы не трогаем. Images. Основной Images я поменяю. Остальные поля не трогаю. Нажимаю сохранить. Так это три. Давайте создадим еще три. Для закрепления информации. И тоже кое-что здесь еще изменим. Нажимаем сохранить копию. Выбираем заголовок Demo 4. Альянс тоже меняю. Здесь выбираем и первую категорию. И вот ниже выбираем категорию 2. То есть Demo 2 называется. Images основной. Давайте поменяем. И попробуем добавить сюда видео. Переходим в YouTube. Открываем какой-то ролик. И в адресной строке. ID. Видео у нас. Идет вот такой параметр. У вас тут будет свой. До знака равенства. Копируем его. И вот здесь вот видео ID вставляем. Все. Видео у нас добавится. Остальные поля также не трогаем. Нажимаем сохранить. И давайте сохраним еще две. Нажимаем сохранить копию. Demo 5. Альянс тоже меняю. Demo 5. Выбираю категорию Demo. Demo 2. И Demo 3. То есть относится это портфолио, например, к трем категориям. Состояние опубликовано. И меняем изображение основное. Если вы тестируете, конечно же, можно не менять. Все остальное оставляем как есть. Сохранить. И сохраняем последнее. Нажимаю сохранить копию. Demo 6. Demo 6. И также можно выбрать, чтобы относилось к разным категориям. Состояние опубликовано. И тоже можно поменять изображение. Нажимаю сохранить. Так, закрыть. Проверяем. Вот я забыл опубликовать два портфолио своих. Выбираем их. И нажимаем опубликовать. Вот так вот выглядит в админке созданные проекты. Очень мне понравилось это портфолио. Качественное портфолио. Сразу видно, к каким категориям здесь относятся данные портфолио. Если вы, например, просматриваете, у вас очень много здесь портфолио. Вы можете сразу видеть, вот здесь через запятую перечисляются ваши категории. Так, и давайте сразу выведем на сайт, как вообще это вывести. Мы переходим в меню. Выводится, как обычно. Переходим в майн меню. Нажимаем создать. Выбрать. У нас здесь появился пункт MB2 портфолио. Кликаем по нему. Раскрывается список. Здесь можно вывести сразу категории. Проекты. И один проект. То есть пункт меню будет ввести только на один проект. Но мы сначала с вами выведем сразу вот этот первый. Проект. То есть выводит сразу все ваши портфолио. Кликаем Project. Как-нибудь обзываем. Портфолио. Здесь появился список. Также можно назначить только из какой-то одной категории. Выводить пункт меню. Или же выводить все категории. Я оставляю все категории. Здесь также появился вкладка MD2 портфолио. Но здесь опции. Они как бы дублируют наши основные опции. То есть опции самого портфолио компонента. Это если вам нужно индивидуально настроить именно этот пункт меню. Потому что мы можем создать неограниченное количество пунктов меню с разными портфолио, разными категориями. И если нам нужны разные настройки для разных пунктов меню, то для этого предусмотрены настройки портфолио именно из пункта меню. Но мы создадим пока простенькое одно портфолио. Одного в принципе достаточно. То есть один пункт меню портфолио. И там вы можете сделать неограниченное количество категории вашего портфолио. И соответственно самих портфолио может быть неограниченное количество. Оставляем тут ничего не трогаем. По всем настройкам этим мы пройдемся из самого компонента портфолио. Остальные настройки, они все тут те же самые, как у любого другого пункта меню. Нажимаем сохранить и закрыть. Переходим на наш сайт, обновляем страницу. И у нас появился пункт меню портфолио. Кликаем сюда. И мы видим вот такую картину. То есть мы с вами вывели наше портфолио. Оно еще не настроено. Мы с вами его настроим. То есть у нас уже все работает. У нас они выводятся. Видите, у нас при наведении на картинку появляется там, где видео. У нас есть видео. Оно проигрывается. Здесь все хорошо. Вот если мы переходим внутрь портфолио. У нас здесь выводится видео. Мы тут с вами добавляли видео. Видите, у нас все работает. Описание выводится. Кнопочки предыдущие, следующие выводятся. Социальные кнопки. Вот кнопка бутстраповская. Как я вам говорил. С иконкой музыкальной. Я вывел связанные проекты. Также связанные проекты настраиваются. Размер. Все это настраивается. Давайте на этом уроке сделаем паузу. И уже перейдем к подробной настройке в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok